Друзья, всем большой привет, с вами Страйкс и мы играем 7 days to die. У нас седьмой день и у нас готов бункер, кстати. Бункер-то готов, но я еще не все сделал. Давайте-ка я... Вот этот-то я принес, но я не весь каблстоун закаблстоунил. Так как у нас ночь и делать нам, по сути, нечего, давайте-ка будем перегонять каблстоунчика. Это, конечно, не самый экономичный вариант. Гораздо легче делать сразу цемент-бетон, но лучше бетон даже делать. Потому что цемент, он тоже невыгодный. Цемент только если пластины делать. Кстати, пластиновые... Эти цементные пластины надо тоже перегнать в бетон. Ладно, покачаем сейчас пока. Хватило нам все, что надо. Все про все и даже первый ряд колев. О, смотри-ка, даже уровень. Даже первый ряд колев у нас. Хватило сделать. Получается и в целом общем у нас... Так, главное не провалиться. То я тут буду бегать. Я особо здесь не буду ходить. Я буду ходить по вот этой площадке. А здесь чисто так, чтобы простреливать чуток. Так вот. У нас бетоновый бункер. Кто не в курсе, кто вообще пришел просто на эту серию. У нас седьмая ночь. У нас бетоновый бункер. В центре военной базы. По периметру у нас стоят мины. Здесь у нас электричество. Да, ребята, электричество. Седьмой день. Здесь у нас протянуто все полностью. Под электричеством и колья. Колья мы еще сделаем здесь. Ряда 4, наверное, и плюс еще здесь что-нибудь поделаем. В общем, сейчас будем чередовать. Наверное, вот эти два ряда я сделаю колев. Потом ряд будет колючка. И вот здесь вот тоже надо будет ряд... Хотя нет, сначала вот этот ряд надо будет пустить не на коле, а на колючку. Вот. Можно даже на просто проволоку внизу, чтобы они просто медленно шли и их убивало электричество. То есть наша задача их не убить за счет колючки, там еще что-то, ноги оторвать, а именно замедлить. Так, это я собрал вроде как домой. Да, давайте каблстончик здесь оставим. Хотя нам тоже надо дома что-то там заделать. Здесь-то он каблстон, по сути, уже не нужен как таковой. Можно даже часть вот так выкинуть. Бетон нужен. Так, все остальное я здесь оставляю. И наша задача живыми и невредимыми вернуться домой. Здесь электричество пусть работает. Возвращаться я не знаю, как я буду. Я еще это дело не продумал. Нам, кстати, не так-то много идти. Не так-то много. Продечья Орда здесь была, она куда-то вся смылась. Но, как говорится, затишье перед бурей, поэтому включаем ночное видение. Берем арбалет. И... А, нам некуда девать. Ну тогда вот эти трубки нахер. Давай-ка мы, наверное, порубим пока. Надо, кстати, тоже подготавливать. Что у нас там? Доски есть еще? О, вот это, кстати, полезная штука. Полезная штука. А я сразу смогу создать что-то? Типа вот таких. Или, подожди, или вообще колючку. Колючка из чего делается? Одну только. Пятнадцать требуется. Ну, такая дорогая, да. Это восемь. Вот это, кстати, подешевле. Это вообще дорогая. Но вот это очень нехило так затормаживает. Поэтому... Просто на этой штуке они могут встать и дальше повыситься. Хотя они тоже тормозят очень даже нехило. Нам главное, чтобы не ломали, а именно затормаживались. А мне надо их убивать. Нам надо их тормозить. Так, ладно. Дерево вот это точно надо убирать отсюда. Нам надо скипнуть ночь. Чтобы на утро сделать много колев. Но если ночью мы тоже будем что-то делать полезное, то ночь пройдет еще лучше. Потому что подготовка еще не завершена. Хотя основную часть мы сделали. Мы молодцы. И мы, получается, сделали бункер. Подготовились. Здесь, кстати, никто не заспавнился. Ночной такой житель. Кто сейчас будет бегать? Вот это все они сами сломают. Ой, ребята, блин, печалька. Печалька знаете в чем? А если они начнут копать отсюда вот так вот? А они могут. Короче, вот эту часть точно надо будет колями все захерачить. В идеале, конечно, чтобы здесь электричество было, но... Что-то мне не хочется, чтобы они копали. Так, ладно, возвращаемся. К дому. Здесь нам все равно уже делать нечего. О, вот сейчас я мины вижу, понимаете? А я не видел мины. Вот была беда. Я не видел мины. Здесь орда была. Часть. Часть орды. Так, кстати. Что-то я мерзну. Стой, есть что одеть? Я вроде все одел. Да, немного фризит, ребят. У нас потому что делается монтаж. Серии последние у нас выходят длинные, поэтому монтаж долгий. Ничего не могу с этим поделать. Там монтаж на 3 часа где-то. Поэтому я не могу себе располагать таким большим количеством времени, чтобы тратить отдельно на монтаж, отдельно на запись. Поэтому, к сожалению, запись во время монтажа у нас. Ничего поделать не могу. Так, тут вроде никого. Отлично, мы дома, ребята. Отлично, отлично. Давай-ка мы объединим вот это и наши. У нас тоже ночное видение надо починить. О, вот это уже получше будет. Мы будем носить. Также я хотел объединить. У меня вот эта вот штука есть. Тоже получше будет. Хорошо, дальше сюда. Так, песочек, баллстоуник. Сталь тоже сюда пихнул. Вот это вот вся фигня. Электроника. Один движок сюда запихнем. Это наш движок. Сколько выдает 75? У нас там все на все прошлось где-то на 64, да? Но у нас там 9 на 9 блоков. Это мало. То есть здесь-то у нас пожирнее будет. Я думаю, что здесь надо много. Но здесь тоже будем делать электричество. Потому что... Ну, никак иначе. И давайте мы сделаем себе переключатель и сделаем электрику через переключатель. Ну, потому что так будет прикольнее, наверное. Так, все. Вроде все, что надо, я сделал. Пульки сюда. Дерево чуток есть. Еще одну стрелу сделаем. Можно еще 22 стрелы сделать. Но нам нужны перья. Яйцо сюда. Давайте поедим вкусненько. Нормально. Я думал, что не успеем. Я очень боялся, что мы... Ну, прям как-то, видать, я в прошлый раз... Ну, во-первых, меньше опыта у меня было в этой игре. Во-вторых, как-то там тупил, видать, больше. В этот раз все как-то более правильно делаем. Осталось только... У нас один день остался, и у нас остались только колья. Незавершенные. Но колья мы сможем допилить за один день. Так, здесь у нас все выключено, и это плохо. Здесь у нас все вроде как горит, и это хорошо. Так, 75 у нас, да, только? Тарам-пам-пам. Давай еще, наверное, десяток здесь. Потому что надо много всего. Можно, конечно, схитрить, просто сделать рампы, и пусть они по рампе поднимаются и не копают. Тогда сможем, ну, вот этот подъем манивелировать просто тем, что мы... Они не будут его копать, они будут подниматься автоматически сами. Но... Ну-ну, кстати, мини-байка у нас, конечно, по-прежнему нету. По-прежнему нету. Кстати, то, что там подъем, это не очень хорошо. Надо будет что-то действительно там придумать. Иначе как-то такое. Так, давай сделаем еще банок. И вот этих штук. Штук давай 25. Надеюсь, клайм-блок, кстати, нам тоже надо. Чтобы все нормально. Я вот думаю, хватит нам его, чтобы полностью захватить это все. 11 банок. Так, у нас осталось 50 блоков. Можно, в принципе, что-то строить. И 7 электрики хватит на одну стенку. Даже не на одну, а, наверное, на две стенки. Вот единственное, нам не хватает сейчас... Так, по одежде. Сюда пока... Нам не хватает... Мы не дотянемся. Тогда давай... Всю электрику возьмем. Возьмем также вот это, вот это. И вот это. Так, можем переключатель делать? Нет. Мы его не выучили, да? Да, мы его не выучили. Уровень у нас есть. Ага, уровень. И вот это надо все учить. Ох, уже на пятый уровень надо. И вот это надо. Все надо. Так. Но, наверное, я вот это, скорее всего, улучшу. Здесь у нас сколько? 4, 5, 6. Там у нас сколько? Здесь 2. 6, 4 остается. Да, учим вот это. Все, у нас по пятый уровень. Все у нас хорошо. Так, у нас 4 очка. Можем спокойно выучить одно из вот этих. Рейндж пока нам далеко до этого. Хотя мы уже собираем винтовку. И давайте посмотрим, что нам надо-то вообще. Trip, wear, post. Это что такое? Переключатель, наверное. Нам нужно вот это, электрик. В реле. Это свитч. Короче, переключатель надо. Это у нас качается где? Вот здесь, да? Нет, вот здесь качается. А здесь релешки. Блин, нам надо и то, и то. Но мы успели. Мы успели. Здесь релюшки. Это, в принципе, не так принципиально. Это важно. Можно и вот это качнуть. Оно тоже будет работать как удлинитель. Включать, выключать. У нас четыре. В принципе, мы и то, и то можем. И то, и то. Выключаем, пока электричество там чисто генератор вырубил, как бы и выключился. А вот удлинять нам надо. Вот это больше разблокирует. Давайте вот это качнем. Там еще следующий уровень будет. Время три. Пойдем сейчас немножко покопаем нашу шахту. Кирпич был. Вот здесь вот углубимся сейчас. С экстинайнером. Прям смотри, как уже с четвертым хорошо. Если еще пивка хлебануть, то нормально вообще будет. Гораздо веселее. Сейчас только на сталь перейдем. Кстати, о стали. Кстати, о стали. Чтобы нам выучить сталь. Что нам надо? Сталь, сталь, сталь. Стил. 15. Тулсмитинг. 6. Тулсмитинг у нас четвертый. То есть нас держит только тулсмитинг. Нам надо 15 и еще 6 сюда вбухать. А здесь плеер 30. У нас плеер 31. Да, мы только что разблокировали тулсмитинг пятый. А следующий уже сороковой. То есть сталь, по идее, раньше сорокового в любом случае не взять. Но я думаю, что мы подтянемся на орде. Должны подтянуть там уровня 3-4. Ну, 3 точно должны взять. Будем много стрелять. Ну и сейчас еще день у нас есть. В принципе. Этот день надо полностью посветить дереву. и ловушкам. Сейчас, чтобы печки загружены были, я загружу их. Кирпичик тоже нужен. А когда будет сталь, гораздо будет все побыстрее тут уже. Вот видите, как пока не прокачался, но все очень медленно. Медленно и трудно. А потом уже веселье начинается, как говорится. Дальше уже просто воображение есть, сиди строй. Воображение нет, сиди, играй в другую игру. Так. Еще полчаса. Эта ночь какая-то очень быстрая, потому что, не знаю. Мне кажется, почему-то последний день перед Айрдой он всегда его не хватает. То ли это психологически такой вот не знаю, настрой, что ли. Кажется, что что-то не успеешь. Не знаю, есть люди, которые, я смотрю, их, они только в последний день начинают оборонку строить. У них в седьмой день они начали только оборонку строить. Ну, может, если у них, конечно, много ресурсов, они сразу все успеют сделать. Ну, я лично как-то не могу себе позволить, чтобы я в седьмой день что-то начал строить. Ну, поколем, да, у нас, по сути, сейчас тоже ничего не готово, но основная защита-то у нас есть. Есть. Здание построено, электрика проведена. Колия мы на целый день накопаем. Нарубим. Орду, если еще встретим, мы на ней покачаемся. 216 стрел. Надо будет еще по стрелу немножко побегать. Так, все, устаю, да? Так, что я вот эти, что это смысл-то набрал? Вон, 800 уже кирпича. Сейчас можно его в песочек весь перегнать. Так, ну и нормально. Погнали. Сейчас уже скоро утро. Сейчас уже, если кто придет, пойдем на улицу. Так, у нас тут кирпич закончился, значит, мы кирпич закидываем. Все вот эту вот фигню я пока что сюда скидываю. Железо сюда. Эти наши трубочки. Сюда. Все у нас 200. Пока плавится, можно еще что-нибудь поделать. Например, например, например. Можно еще сделать. А сколько у нас там осталось? 22, да? 22. Давай еще сделаем 28. 28. 28. И здесь еще сделаем 34. У нас еще соточка в запасе. 50. Точнее, 50. Если вдруг мы найдем перья просто. Потому что это все быстро кончается. Так, тут что там могу? Нет, пока не могу. Ну и нормально. Сталь потихонечку копится. Точнее, я нашел просто. Электрику мы сегодня не делать не будем. мы будем делать только колья. Only колья. Only колья. Я надеюсь, мне топора хватит на целый день. Поэтому колья наше все. 18. Маловато. Я думаю, что топор мы весь схерачим. Давай возьмем самое необходимое. Покушаем. Так. Один меткус на всякий случай туда. У нас нету этого, да? Чая совсем. Че это мы так живем? А, нет. Чай есть. Туда-то я чай взял. Огородом будем заниматься только после ярды. Огородом и электрикой по вот этому дому. То есть это у нас планы на будущее. Электрика этого дома, огород и, соответственно, лут какого-нибудь поиска другого города, потому что нам необходимо найти мини, этот самый чертеж на мини-байк, а у нас его нет. Поэтому мы отстаем опять по прогрессу нашему. Так, ну здесь она, в принципе, дожарится, оно выключится, поэтому можно все это дело оставить. Все, погнали. Колья. Пива нету. пива нету, кофе тоже нету, да? Плохо, конечно, без кофе, без пива. Особо много не наколупаешь. Так, наши деревья подошли, нет? Наши деревья еще маленькие. В ту сторону у нас защиты, да? Пойдем там, значит, что-нибудь порубим, здесь у нас все хорошо. За этот дом я даже пока не беспокоюсь. Как показала практика, почему-то на него не особо нападают. Ночь я проживаю нормально. Может, это пока? Ну, вот пока что, вот пока. Так, ну погнали. Пойдем большое дерево рубить. Орда приходит какая-то здоровая. я вот уже второй раз я писал Орду одну внезапно. Я крутил машинку и идет огромная Орда. Человек 30, наверное, ну зомби. Зомби 30, наверное. Я прям в шоке был. Думаю, нифига себе Ордень. Поэтому обрадовался, конечно, с одной стороны, потому что это опыт, а он очень-очень хорошо качается на Орде. Сейчас мы это все дело порудим. И надо будет еще разбирать всякие вывески после Орды. Сейчас, конечно, этим некогда заниматься, а вот после Орды вполне себе нормально. Заодно посмотрим, как можно ли в таких условиях здесь затащить. Потому что мины, может быть, мины они затащат. Большая часть побежит, она взорвется. А мы уже будем встречать тех, кто пробежит через мины, тех, кто пробежит через колья и через электричество. Электричество просто нам гарантированно даст защиту нашего бетона. Нам надо бетон, чтобы был в целости. В целостности. Так. Так, ну и нон-стопом делаем колья, конечно же. Потому что нам надо их штук так 150-200. Чем больше, тем лучше. Мне, конечно, люди писали, что я делал колья на пятую орду хватит, но я не знаю, сколько надо. Лучше, больше, чем меньше. я так вот всегда из такого понятия. Потому что когда меньше, ты такой оп, и тебе не хватило, и бегаешь такой с голой жопой, да, от них целую ночь. Нет. Лучше пусть будет больше. Лучше у нас останется, потом будем халявить. Чуть-чуть починим и все. Так, это я заберу. Сейчас еще один уровень, и мы сможем еще электрику делать. И, в принципе, да, надо будет уже подтягивать, конечно, еще смитинг и диапон, чтобы у нас уже было по 250. Потому что 200, это, конечно, уже лучше, но 250 и еще лучше. Так, здесь надо аккуратным быть, здесь могут быть мины. Перед входом вообще желательно колючка поставить, чтобы они там затормаживались, другие к ним подбегали толпой и взрывались все на минах. Когда будет эффективнее. Я думаю, что так будет лучше. То есть сделать какой-нибудь колючек, чтобы они там еле проходили. Себе один проход сделать. Но я вот здесь засыпал зимой. Здесь вот сейчас снежок не идет. И, видимо, засыпает только снег идет. Сейчас погода более-менее, хотя седьмой день обычно всегда погода дождь, ливень, но, как говорится, еще не вечер, поэтому все впереди. Сейчас уже начнется все это. Гром, молния и предордовая орда. вот они мины. Мины-мины. Так, что мы делаем? 40. Сколько у нас? Уже 47. Это мало. Там 80, да, уже будет. Конечно, я пока медленно делаю. Чем больше делаем, тем лучше. Вроде бы, оно тоже качается, когда я делаю. Когда устанавливаю, это качается. так. Вот еще. Нам перья нужны очень сильно. Вот здесь я взорвался. А у нас вот единственный проход. Так. 35 сейчас стрел можно сделать, но неплохо. так. Пойдем кулья делать. Сначала мы блин, я металл не взял. Ёп, раз это забыл металл. Вот это беда. Нет, это конечно не беда. Это можно сейчас пока что по-другому пустить. так. Нам нужны фреймы во-первых. Фреймы, фреймы. Пять штук. А, у нас были. Блин. Ладно, тогда давай по кулем пройдемся. Там я правда не смогу потом подойти, да? Пусть будет тихо. Пусть будет так. если поставить здесь по всей вот этой штуке, пусть они тут еще вздыхают, да? Так, ну уголок можно смело делать. Вот такая должна быть у нас. Раз, два, три. Во все стороны. Со всех сторон. да, еще на два. Тогда нам хватит. Плюс электричка. Нормально будет. Чем больше, тем лучше. Что за красный блок сейчас был у меня? Так. Здесь на два, да? чем больше, тем лучше. Все. Пусть будет вот пока в таком варианте. Ну, давай туда. Углы защищены. Вот здесь только. А здесь мы будем через ряд идти. И ряд нам надо сделать проволоку. Ну, вот и все кулищи-то и уходят, да? Вроде там чуток, тут чуток и херак кули в таенец. Не, ну оборона норм. Я думаю, что мы выдержим. Все, я себя и все забрикадировал. Так, тут у нас неплохо все. Колючка работает. Железо вот я забыл, конечно. Вот это да. Это было очень непродумано. Все, вот здесь вот надо больше всего поставить. Бежим. Так, погнали мы теперь. Кулиев больше нет. Пойдем еще срубим. Там деревьев много. А, хотя нет, я сейчас по-другому поступлю. Там сейчас сбежать никуда не надо. Мы сейчас будем по-другому делать. Сейчас будем скрапать просто. Если кто не понял, я просто железо с камня наберу и скрапну его. И оно уже в железо превратится, и я сделаю себе колючку. Еще пару, пару рядов кули. И у нас будет все готово. За полдня мы должны все это дело сделать и подготовиться. Надо будет часа за два прибежать сюда уже. Хотя можно и полностью здесь тусоваться. Как бы нам нас никто не держит. Туда никто не не гонит. Можно до последнего, до победного. 216 стрел, конечно, маловато нам. А, ну у нас там еще пули 50 с чем-то. Что нормально. Вот, вот видите, и можно скрапать 300 железо. Как-то так я имел в виду. Не хочешь? Шесть часов утра, у нас уже почти половина готова. Сейчас еще ряда три, и можно будет уже смело не беспокоиться. Останется только рамку сделать, запрыгивать. и будет все норм. Рампу я сделаю, наверное, на три, чтобы нам перепрыгнуть, а зомби подпадают. Тонкую, деревянную, наверное, сделаю и все. Можно, конечно, сделать бетонную. У нас есть еще бетон. Можно прям сделать бетонную. Так, вот стрелы, да, стрелы можно еще поделать. Потому что стрелы-то у нас заканчиваются. Там я этих наконечников еще соточку приготовил, поэтому надо бы их подготовить. так что можно будет сделать. Давай. Такс. Вот эти штуки, хоп, 37. А вот этих 20. это вроде самое, что ни на есть. Можно и вот этих понаделать. Давай вот этих, они хорошо идут. Их больше, тем более, можно сделать. Так, и давай не забывать про колышки. Колышки, колышки надо еще штук 50, я думаю. сейчас бы еще тираннозавра выучить. Что это такое было? А, это дерево падало. Блин, я уже думал, летит кто-то. Что-то такая тень жесткая от дерева падает. Ну вот, видишь, уже 4 удара на кирпич. Это очень даже классно. Сейчас еще буквально тираннозавр и еще один сексенайнер и все. А потом кирочку меняем на сталь и у нас уже все как будто так и было. И мы уже выходим на вторую орду, уже все подготовлены. Я думаю, что со сталью будем уже встречать. И может быть, если в идеале, может даже первый ряд еще и за сталим. То есть у нас будет вообще стальной бункер. Настолько прочный, что мы все орды будем там встречать. Это же в принципе не бункер мы делаем, это у нас будет дом. Поэтому у нас как бы такое дело. Будем дальше строить. У меня план там крутилки сделать. Значит надо еще вниз копать. Так что можно в принципе там и вниз копать и покачаться заодно. И печки можно туда тоже поставить. Но печки у нас и там хорошо горят. Мы-то убежали. Если кто придет, он там помрет на куле. так пойдем наверно пока поставим. Пойдем поставим. заодно кирпич нашли. Так какой у нас уровень семерочка пришла. Не хватает нам на вот это вот все. Все здесь мы прокачали. Нам вот это надо еще качнуть. И вот это можно качнуть. А здесь что открывает? А это светильники да? А это переключатели. Здесь что полезное осталось еще? Вот вот это полезное. Ну пока копим. Пока не буду тратить. там то что нам надо оно дорого стоит. Десять и пятнадцать надо. И на сталь быстрее переходить. Сталь даст гораздо больше. Считаю что мы только сталь сделаем мы сможем уже гораздо быстрее все прокачивать. Потому что здесь надо будет тоже все сделать колем и хиролями. Так это сюда это сюда восьмерочка идем аккуратненько да ладно нельзя а можно под низ ну давай так ты мне не крутись там нормальный будь потихонечку сейчас тут все поставим все здесь тоже сделаем вот это через одну пусть будет так теперь колье пошли эту сторону у нас вся готовая выходим аккуратно так на 3 есть на 3 но этого мало этого пипец как мало так ставим сюда тут у нас две подряд ну все здесь у нас все стоит и можно здесь поставить вот этот ряд так все не хватило надо делать о 60 нет давай 30 30 пока у нас этот пойдем ка мы доделаем вот эти стороны надо было конечно это в начале делать а не сейчас но как говорится у нас немного не как у людей поэтому делаем сейчас правильно так и с этой стороны у нас тоже раз два три раз два и вот здесь тоже все у нас пошла вот эта штука не хватает так так все у нас получается через один все хорошо в принципе вот этого уже достаточно вместе с электричеством но мы на этом не останавливаемся мы делаем какую-нибудь из сторон прям имба 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 я думаю если вот это вот все заделать ребята это хватит на да как вы говорите 40 какой-то действительно так перемешку с вот этим потихонечку потихонечку здесь пусть наверное все ноги ломают себе до сюда то забегут не я думаю что они поднимутся я не думаю что они там застрянут не должны так здесь все неплохо вот эта сторона самая незащищенная давай еще давай штук 16 и на остальное кольев 5 кольев да углы нормально а вот серединка такая хиленькая но углы они более защищенные всегда так вот эти все места заделываем нифига тут шлятся пусть они себя ноги ломают самое главное себе не заделать так вот здесь у нас выход нет не тут вон там у нас выход вот тут у нас выход нет здесь у нас должно быть закрыто тогда отлично вот здесь у нас выход да пусть он пока остается потихонечку будем перекрывать все все мы в принципе готовы по большому счету все налажено теперь делаем заход 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 переход уточки такс что я хотел вот это можно еще скрапнуть дерева у нас нету как у нас там по электрике жрется все ну неплохо жить можно так давай-ка мы я лопату не взял да здесь в принципе можно и так все больше не хватит раз хотел забетонить все это дело можно закаблстолнить только если каблстол здесь не хватает бетон надо еще вот если еще бетона сделаем тогда у нас все будет нормально так все это я сюда принес принес если жарко будет панчо-банчо все пойдем еще порубим где у нас выход так я думаю можно оставить конечно один этот блок чтобы я знал где всегда заходить так побежали обратно берем все необходимое и потом бежим сюда но серия подошла к концу поэтому это будет следующей серии поэтому не расходимся остаемся с нами подписываемся комментируем с нами лайки даем советы пишем как вам нравится данная оборона и приходим на следующую серию пока пока пока